Новый год Принято считать, что эта традиция началась с указа Петра I в 1699 году. Тогда же перешли на летоисчисления от Рождества Христова. До этого счет лет шел от сотворения мира с разницей в 5508 лет. Кроме того, началом года было верено считать 1 января. После революции 1917 года Рождество и Новый год были вычеркнуты из перечня официальных праздников. Только в 1936 году прошлого века празднование Нового года получило официальный статус. Нужно было конструировать новое советское общество. Для чего необходимы были общие ритуалы, сплачивающие людей в единый социум? Объяснил Константин Титов. Почему в России именно Новый год имеет особое значение, а не Рождество? По словам эксперта, с 1917 по 1991 год общество стало светским и утратило религиозные традиции. Запрет Рождества сменил праздничный акцент именно на светский Новый год. Это вытеснило из массовой практики торжество в честь рождения Христа. Рождественская елка и ритуалы вокруг нее – это немецкая протестантская традиция. Праздничное дерево, украшенное зажженными свечами, служило напоминанием о божеской благодати. В XIX веке обычай распространился в Англии, а оттуда по всему миру, рассказал ученый историк. Веком раньше в России традицию пытался заложить Петр I, но потерпел неудачу. В городах, в столицах, она стала утверждаться только в середине XIX века. В 1753 году на Екатеринговском вокзале в Петербурге, где располагался сад для гуляний, установили первую публичную елку. Сперва елку украшали бантами, крупными ливеерными изделиями. Чуть позже появились специальные стеклянные бусы. Первые игрушки из стекла сделали в клину в годы Первой мировой войны. В 1937 году на елку в Доме Союзов повесили шары с портретами членов полетбюро. На фабриках начали выпускать фигурки пионеров, физкультурников, аэропланов, поездов и тому подобное. Простые граждане развешивали самодельные игрушки из картона и ваты, обернутые в фольгу орехи. Когда в 60-е годы на пике популярности была тема космоса, в моду вошли игрушечные ракеты, космонавты, спутники, планеты. Тогда же при Хрущеве появились стеклянные фрукты и овощи, в частности кукуруза. Хоровод Хоровод – один из самых древних танцев на Руси. Он был частью славянского обряда поклонения солнцу. С приходом христианства обычай водить хороводы никуда не делся. Это обычная практика церкви. Многие популярные языческие традиции просто пристегивались к христианским праздникам и ритуалам. Например, покраска яиц на Пасху, киот в красном углу, то есть место в доме, где хранились иконы и тому подобное. В советские времена хоровод, как и любое революционное коллективное действие, парад, первомайская демонстрация, смотр, строя и песни и так далее, способствовал конструированию новой исторической общности советского народа, а также был эффективной дисциплинарной практикой, растворяющей личность коллектива. Существует версия, что, как и многое в России, образ Деда Мороза явился сплавом русских народных и европейских традиций. Скорее всего, предшественником был Морозка, персонаж народных сказок. Со временем он превратился в Мороза Ивановича из детской традиционной литературы. Другая гипотеза связана с празднованием Дня Святого Николая Меркелийского. Он нам больше известен как Николай Чудотворец, покровитель детей. В Северной Европе торжество сопровождалось обычаем написания писем. Дети направляли ему свои просьбы и пожелания. Кстати, еще одна традиция того праздника – класть подарка под елку. По словам Константина Титова, голландцы, эмигрирующие в Америку, привезли с собой легенду о Святом Николае, заботящемся обо всех детях. Они назвали его Синтеклаус, то есть Святой Клаус. Именно в США и Канаде в середине XIX века формируется привычный образ Санта-Клауса – толстого, веселого старичка с роскошной бородой. В России в это время постепенно возникает свой новогодний персонаж. Конечно, их пути пересекаются. Представление о Деде Морозе, который приезжает на санях и тайно оставляет детям подарки, возникает не без влияния Санта-Клауса. Снегурочка имеет самостоятельное происхождение. Как и в случае с Морозкой, этот персонаж открыт в русском фольклоре исследователями XIX века. Эту эпоху поглотили идеи конструирования нации, национальной идентичности, которая обусловила пристальный интерес к народным корням. Снегурочку изобрел в кавычках в народном фольклоре историк-исследователь Александр Афанасьев. После этого образ стали активно использовать в литературе, например, Александр Островский, в музыке, одноименной опере Римского-Корсакова. Вместе эти два персонажа начали фигурировать только в СССР. Это началось в 1937 году на первой советской елке, организованной для детей. Мудрые методисты посчитали, что ребята могут испугаться большого деда с бородой, и предусмотрели фигуру посредника между ним и детьми. Маленькую девочку-снегурку, которой присвоили статус внучке Деда Мороза. До революции в России шампанское могли себе позволить немногие. После нее оно стало еще менее доступным. Поэтому простые люди пили то, что было. Традиция пить на Новый год шампанское появилась в СССР лишь в начале 60-х годов, когда по телевизору начали показывать голубой огонек, где шампанское стало обязательно частью застолья. Точно неизвестно, откуда появился обычай, сжигая записки с пожеланиями, бросать в бокал и выпивать под бой курантов. Это можно рассматривать как магический портал будущего, попытку договориться с судьбой. Культурный антрополог Андрей Новиков-Лонской предположил, что эта традиция пришла к нам из США, а окончательно закрепил ее фильм «Елки». Мнение спорное, но вполне вероятное. По словам эксперта Пермского политеха, 31 декабря 1935 года по радио впервые прозвучало новогоднее поздравление от председателя ЦИК СССР Всесоюзного староста Михаила Калинина. Он обращался к полярникам. Ко всему советскому народу, уже как председатель Президиума Верховного Совета СССР, Калинин обратился только 31 декабря 1941 и 1944 годов. При Сталине обращения носили эпизодический характер. В 1953 году по радио народ поздравил Климент Ворошилов. При Никите Хрущеве и Леониде Брежневе обращения первых лиц также не были регулярными. Только с приходом к власти Михаила Горбачева и до сего дня обращение лидера страны к подданным стало ежегодным. Исключением были только 1992 и 1993 года. При Петре I Новый год в высшем обществе праздновали неделю. Незнатные люди работали. Должно сказать, что труд вообще не регулировался вплоть до конца XIX века. Только рабочее законодательство Александра III установило выходные дни 25 и 26 декабря, Рождество и 1 января Новый год. В первые годы советской власти выделялся один выходной 1 января. Однако в 1929 году он вновь стал рабочим днем вплоть до декабря 1947 года. В 1990 году выходным сделали 7 января, а двумя годами спустя и 2 января. Новогодняя неделя появилась только в 2004-2005 годах, а в 2013 праздники продлились с 1 по 8 января. Такая переменчивость решений связана как с идеологическими соображениями, борьбой с религией при советской власти, признанием церкви власти постсоветской, так и с экономическими успехами и провалами. Например, отмена новогодних выходных в 1929 году не случайна. Тогда многие праздничные дни стали рабочими, поскольку с началом индустриализации стало не до отдыха. И наоборот, в условиях падения производства в 90-х, в начале 2000-х годов, выходные дни позволяли скрыть новогодний мишерой безработицу, пояснил Константин Титов. Праздничные фейерверки пришли к нам с Востока, но кружным путем, через Европу, где они стали модными в XVIII веке при королевских дворах, символизируя пышность барокко и величие власти. Привнес в фейерверки в Россию опять же Петр I. Народные салюты, гремящие во дворах в новогоднюю ночь, появились у нас вместе с китайской пиротехникой в клетчатых сумках челноков конца 1980-х. Этот обычай, вероятно, можно интерпретировать как пиротеревляция государственного салюта, когда каждый маленький человек может устроить свою маленькую красную площадь, считает ученый историк. Кстати, из Китая к нам пришел еще один новогодний символ – мандарины. Так называли высших чиновников, они носили ярко-оранжевые одежды. Есть теория, что фрукты стали называть мандаринами из-за схожего цвета. Китайцы дарили друг другу их на Новый год, и таким образом желали богатства и благополучия. Одним словом, с Новым годом, дорогие товарищи, дамы и господа, и же с ними. Счастья, веселья, успеха, здоровья. Ура! Счастья, веселья, успеха, здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok